Привет, дьюц! Очередной эпизод на хардкоре. Собственно... В этом эпизоде я бы хотел, наверное, сделать отдельную зону для форестри. Поставить карпентера со всеми необходимыми жидкостями. И, в общем, да, нужно вот это барахло разобрать. Но я думаю, сильно в это завязываться я в этом эпизоде не буду. Скорее, просто чистый эпизод для зоны с форестри. Но это как процесс будет потихонечку разбираться. Давайте, наверное, пару слов скажу про изменения. Что произошло с предыдущей серии. У меня появился джетпак. Он крафтится из обычного джетпака и титановых пластин. Потому что это самое, казалось бы, самое тяжелое, самое как достать, пока не был на Марсе. Вот. И я установил дополнительный мод на косметику Армор. Дело в том, что броня в том крафте выглядит просто шикарно. И я решил, что... Глупо этим не пользоваться. Так вот выглядит мой персонаж без косметической брони. И так вот с ней. Я считаю, что это просто шикарно. Вот. Давай пробежимся. Посмотрим, что нового. А новое, в принципе, это все находится вот в этих двух вагонах. Собственно, тут у меня целое хранилище склянок с Орда. Дело в том, что я скрафтал себе Таумик Ресторер. И он требует инструментом для починки чего-либо. Поэтому я сделал здесь такой небольшой сетап. Который сжигает деревянные болты. Они, собственно, дают один инструментом, один фабрик, один Орда и один Арбор. Собственно, Орда, как праймал аспект, я сохраняю. Я его просто складирую. И инструментом, собственно, как расходный ресурс, я использую в действии восстановителя. А Арбор и фабрику я отправляю вот в эти воиджары. Собственно, они все лишнее выкидывают в никуда. Но мне они, в принципе, не нужны-то, эти аспекты. Вот. Что тут еще изменилось? Также здесь стоит Energized нода, который мы, наверное, в этом эпизоде тоже поменяем. Дело в том, что там произошло очень много изменений с пчелами, и у меня появилась возможность улучшить ноды. И у меня появилась достаточно хорошая замена для этой ноды. Хочу сказать в своем мнении по поводу этих нод. Они... Я не считаю, что нужна нода лучше, чем обычная нода. То есть вот сейчас у меня это обычная нода, которую я сам здесь скрафтил из других нод. То есть высасыванием. Одна нода высасывала другую. В этой ноде по 25 аспектов каждого. При... После процесса ее Energizer, я не знаю. Она... Там что-то квадратный корень, что ли, или типа того. Она, в общем, эмергируется, и... Теперь она постоянно выдает вот эти аспекты, как Viz. Channel Viz. И так можно заряжать свои посохи и прочие глупости. Вот, допустим, улучшать фокусы на посохе. Ну, у меня не посох, у меня браслет. Ну, в общем, да. Могу всякие такие глупости делать. Ладно. Можно, в принципе, показать, как это выглядит снаружи. Такую я здесь дырку сделал. Неплохо, неплохо. Пчелки. Пчелки это то, где я проводил последние сутки своей жизни. Я просто... Я выводил пчел. Сейчас покажу. Вот. Не впечатляет, да? Ну, тогда пойдем дальше. Вот. Нет, все еще нет, да? Вот. 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 Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Тыщ-туф-тэнь-пэу-мь-мь-ю. Все, больше не буду звуковые эффекты делать. То это становится уже кринжово. Ну, в общем, просто я здесь жил с этими пчелами, ночевал, не знаю, обедал, ужинал, все что угодно. целая куча у меня этих пчел уже и основные пчелы которыми я горжусь это вот эти вот две я вывел базу, я называю их базой базовые пчелы, которые я потом скрещиваю с другими пчелами и их собственно улучшаю их характеристики эта базовая пчела имеет характеристики shortest, fastest то есть наибыстрейшее производство и наикоротчайшая жизнь давай одну такую распознаем собственно вот она живет наименьшее количество времени производит за наименьший срок использует цветочки для производства производит 4 дрона и не имеет никакого эффекта то есть просто базовая пчелка и вот такие второстепенные христилистики то есть она может жить где угодно хоть в аду, хоть где толеранс к хьюмидити и климату у нее максимальный и собственно она может работать ночью может работать днем может работать в пещере может работать под дождем то есть идеальная база это база с кратчайшей жизнью это на случай если нужны дроны в каком случае могут быть нужны дроны собственно здесь есть склянка которая называется B-Collectors Jar в нее можно складировать дронов таких как допустим как же они называются сейчас 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 я просто их не выводил но в памяти лежат они у меня дроны они выводятся из тропических там какие-то путешественники что-то такое travelers не помню в общем они дают experience пассивно то есть за счет того что они живут они дают себе опыт и в общем эта склянка она позволяет положить вплоть до стака дронов каких-то и они будут вырабатывать свой эффект этот давать тебе опыт и бонус короткой базы короткой жизни позволяет получить очень много этих дронов то есть за счет того что они живут мало они быстро производятся другая база в которой живут долго то есть они абсолютно та же самая база только с наидольшей наидольшим продолжительностью жизни вот такие я использую я работаю я работаю в моих алвиарях это просто фарм машина не иначе пока что у меня я хватил ресурсов скрафтить только две такие штуки но работают они просто как сумасшедшие собственно из чего они состоят они состоят из алвиарь блоков и основные блоки здесь трансмиссия алвиарь и алвиарь электрикал стимуляторы стоят два стимулятора в котором стоят чипы которые увеличивают продукцию этих пчел на плюс-минус тысячу процентов то есть изначально продукция пчелы если нормал то есть вылечивая продукцию еще на 900% у нее получается тысячная продукция как это выражается выражается следующим образом с каждым тиком жизни пчелы она всегда производит все свои продукты то есть сейчас она производила комп и royal jelly сейчас еще немножечко подождем будет тот же самый результат комп и jelly то есть она всегда будет производить то что она может произвести и за счет того что она очень долго живет она это просто просто спамят это просто ферм машины мои ну требует это конечно некоторое время давай да вот оп появилось собственно одинаковое количество что комбов что jelly а если посмотреть на эту пчелку можно увидеть то что jelly спавнится с меньшим количеством шанса с меньшим шансом но из-за того что он увеличивается или умножается или как он это делает я не знаю на тысячу он производится со стопроцентным шансом и получается за каждую за каждую работу пчелы я всегда получаю и комп с нее и jelly то же самое у меня здесь происходит с ферми с пчелкой фермера она у меня всегда производит и cd комп и vitten комп то есть если посмотреть они идентичные цифры здесь то есть всегда всегда она производит так по поводу пчелки про титан 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 вот собственно у меня целая куча здесь разных разных пчелок титан я получил когда шел к радиоактивной пчеле делается она очень долго и муторно с колоссальными просто линейками но она того стоит при историке аустеры синастеры то есть ну видно что здесь замучаешься просто ехать до этой пчелы зачем я к ней ехал дело в том что с появлением ресторатора той машинки из Томкрафта я могу восстанавливать фреймер восстанавливать их здоровье и поэтому получив эту пчелу я смог сделать себе мутагеник фрейм у него дарабилити всего 3 единицы то есть она 3 раза всего отработает поэтому как я делаю я 2 раза ее отрабатываю и потом чиню отрабатываю и чиню собственно наверное это наилучший фрейм в этой игре поэтому к нему я и шел он делается из 238 урана который как раз таки производит эти пчелы найс и собственно приятным бонусом этих пчел стал одна из этих пчелок сейчас не найду какая импрегнайтабл в общем она стоит где-то там рядом на пути к этой пчеле эта пчела производит титан собственно ну если быть точнее 1 четвертую титана то есть 4 таких комбо дают 1 пыльку титана собственно так я и получил титан также есть у меня другие пчелки вот импрегнайтабл вот инвинсабл то есть они вот столько поколений уже отработали пока ну я отсюда забирал уже но пока ничего здесь нету они производят собственно танкстон который дает пыльку танкстона тоже мэйс теперь наверное давай поговорим про блин 12 минут уже в эпизоде мы даже не начали работать ну ладно может быть 30 минутный эпизод получится проговорим про ноды собственно мне здесь совершенно сумасшедшие какие-то ноды стоят они тут работают тоже уже поверьте не первый день поэтому они такие огромные собственно как они такими стали тут стоят три основных пчелы импауэринг пьюр и нексус собственно что делает каждая из этих пчел наверное самая основная здесь это импауэринг но вот эти нексус и пьюр тоже достаточно необходимый бонус я бы сказал начнем с пьюра эти пчелы делаются не для продакции продакшена то есть мне в принципе наплевать что они происходят основной смысл этих пчел это эффект то есть если посмотреть на эффект пчелы пьюр она делает пьюрифайн то есть она очищает и очищает достаточно быстро то есть любую ноду которую поставишь рядом с ней то есть давай вот эту поставим у меня она не обозначена нет она уже чистая в общем любую ноду которую ставишь она ее очищает то как работает эта пчела потом нексус у нексуса эффект магнификейшн собственно эта пчела делает ноду яркой то есть если вот это делает из нормальной ноды чистую ноду или там не из tainted ноды чистую нода даже наверное из hungry чистую нода вот эта она ее освещает то есть если она допустим была раньше fading она делает ее pale если она была pale она делает ее normal если она норм она делает ее bright или собственно да это то что она делает Потом, аспекты Наверное, самая-самая главная пчелка Это импауэринг И у нее есть эффект импауэринга Она усиливает ноту Также есть ряджик пчелка С эффектом ричарджа Она просто восстанавливает ноту Она не дает новые аспекты, она просто восстанавливает Ну и собственно, да Вот, конец Вот так получились у меня вот такие прекрасные ноды Хотя, наверное Не знаю Да, давай я выключу эту машинку Выключу то, что там уже есть Вот эту мою самую первоначальную Я был так напуган этой штукой Потому что я не знал, как она работает Зарвется она, не зарвется Что я ее защищенным стеклом все огородил Подумал, ну ее нафиг Кто не знает, защищенное стекло не ломается ни от чего Кроме как от твоего собственного посоха Поэтому Классная тема Так, ну давай я ее Выключу Собственно Она Через некоторое время Погаснет В квестах дают ноду На один кон инструмент Даже она слабенькая Я не буду это вырезать Я сейчас стримлю на самом деле Ребята, тут рандомный Появился Сообщение В смысле слабенькая Для того, чтобы заряжать посохи Даже 25 фрагментов Мне достаточно Так что Да Я думаю, что это каждому своя фраз Ну вот она Перестала быть энергайзет Трансдюсер выключился Ее можно заменить В принципе Можно ее сохранить Заодно покажу Как я их Получаю Эти ноды Не знаю, что Дай мне в инвентарь Немножечко почищу Собственно Чтобы получить ноду Нужен посох Как минимум С 75 Хранением Хранилищем Минимальные Рекварименты Ну давай В принципе Трансдюсер сломаю Все сломаю Тут уже не страшно С того, как нода Успокоилась В принципе Бояться нечего Собственно Чтобы запаковать ноду Нужно окружить ее Стеклом Со всех сторон И накрыть сверху Слабыми Только не уверен Будет ли она работать Рядом с этим стеклом Или нет Но посмотрим Ну так вот Собственно В куб стекла Упаковываем И закрываем ступеньки И закрываем ступеньки Совершенно спокойно Здесь усилиться Зарядиться Очиститься Осветиться Все подряд Ну она уже начала Получать Телу Я кстати Нашел голодную ноду Я вроде не показывал На видео Неподалеку От базы Вот Мы с ней Повеселимся Когда-нибудь В каком-нибудь Из эпизодов Какую ноду возьмем? Наверное Где больше аспектов Неплохо было бы взять К слову Я сейчас Вместе с вами Еще Испытаю Один тест Дело в том Что Тот половина нодов Которые есть Они не Не просканированные То есть Я взял ноды Но не сканировал их Идея заключается в том Что После того Как ты ноду вырастил Таким способом Просканировать ее И она должна дать Целую кучу аспектов Я не знаю Сработает это или нет Но Возможно Это будет Отличным вариантом Получения Аспектов В книжку Для ресерча Посмотрим Как это пойдет Сейчас Дайте мне выбрать Какую-нибудь Интересную Жирненькую ноту 29 Я смотрю По последним Трем аспектам Это неизвестные Мне аспекты Мне просто Просто это логично Что чем больше Вот эти последние аспекты Тем Больше и основные аспекты Так Ну тут совсем слабее Ну вот это вроде Самая сильная была 48 44 42 Посмотрим Какие у нее основные аспекты Ну да За 1000 уже ушло Ушел Игнес 932 Терра 970 Аэро Хорошая Жирная нода Для красоты Ее нужно сначала Распаковать Наверное Сначала ее нужно Распаковать Да Хорошая Хорошая нода А туда же написано Pure и Bright Сверху Сверху Хотя у меня Она вроде не изучена Да Я думаю Ее можно изучить Просто мне Вайла Подсказывает Что там есть В ней Так Ну наверное Так же Я гараживаю Все стекло Мне в принципе Приглянулось Это отверстие Где нибудь В центре Ставлю Стабилизатор Пам Трансдюсер Пам И саму ноду Собственно После того Как ее Запаковал В этот джар Чтобы ее Оттуда извлечь Опять Нужно опять Использовать Спосох Только Уже не нужны Аспекты Никакие Это уже Бесплатная Операция Собственно Промктов Кумиша О Падам Это охренеть Красавица Просто красавица Так Ну давай посмотрим Что я с нее Смогу получить Страшное дело Ну погнали Чуть-чуть Аспектов Чуть-чуть Аспектов На самом деле Второстепенных Аспектов Я немного получил Там шестерки Четверки Но К основным Вон по 97 Я вижу Прибавилось Что в принципе Неплохо И это только С одной ноды А там Там у меня Прилично таких То есть Это вполне себе Рабочая схема Можно так увеличивать Ништяки Здорово Так Собственно Я ее дальше Наверное Закрываю Хотя это не обязательно Да Че-то я Не знаю Ее же не обязательно закрывать Вот так наверное Я ее оставлю Только сюда нужно Рычаг поставить Ну собственно Как только я его потяну Она начнет ее Энергизировать Собственно Поглощать Все аспекты И Это будет Супер крутая нода Не знаю Стоит ли За этим наблюдать Или нет Хотя наверное Закрою я ее Не знаю Какой мне смысл Держать ее открытой Ну так вот Very nice Force Вынужден я Ставить одно окошко Потому что Иначе нельзя будет Передать с нее Энергию Возвращаю Обратно Столы Все Готово 33 Каждого аспекта Это Очень сильная Нода Очень сильная Вот у меня есть Посох 19 19 У меня все залагало С какой скоростью Он заряжается Very nice Я посмотрел Там ограничения На Вот эти релеи Они в принципе Не могут принимать Больше чем Одну секун Один Один аспект За секунду Не знаю Принимают они сейчас Один аспект за секунду Или это медленнее Но это Однозначно Быстрая зарядка Это Однозначно Быстрая Тауру Которую Она дает Шесть Какая-то Так Ладно С этим Разобрались 27 минут В видео О господи Вообще Сегодня планировал Сделать Зону Для Карпентеров Ладно Я редко Видео делаю Так что Пока Продолжаем Это Это я все Разберу Собственно Карпентера Карпентеры Бывают Четырех Типов Точнее Работают На четырех Рецептах На воде На редстоуне Креазоте И масле Собственно Я планирую Что у каждого Карпентера Будет свой Источник Который он кушает Я пока не знаю Как именно Я это хочу сделать Я наверное Вот такие танки Поставлю И буду их кормить Собственно Ресурсом Который На котором Работает Этот Карпентер Может быть Не восьми Миллионные А какие-нибудь Четырех Что-нибудь такое Так Не думается Форстри И с деревом Мне точно Ничего не хочется Делать Это прям Однозначно Мне думается Форстри Отлично Подходят Такие Количневые Цвета Цвета Дерева Посмотрим Что я могу Из этого Делать Зетоны У меня Остались Еще Так Цвет Дерева Да Вот Форд Какой-то Похоже Имеет Цвет Нет Форд Грустный Форд Совсем Без текстурки Хотя Не знаю У меня кстати Раньше Были мысли По поводу того Что Вот Блин Сделал Вагоны Как мне их Обезопасить То есть У них Харднос Всего 1 и 2 Одна Один Одна Единица Харднос Всего То есть Они Даже Рукой Ломаются Очень быстро И Бласт Резинстанс Всего 3 Я думал Такой Вот Блин Всю базу Переделывается На самом деле Нет На самом деле С получением Фокуса Вардинг Я могу Защитить Территорию Защитить Эти блоки Допустим Вот здесь Вот у меня будет Я просто не знаю Как именно Хочу это сделать Если у меня Здесь будет Одна Большая Огромная Информационная Панель Может быть Где-то Вот здесь Вот в этом углу Сделать Карпентер Зону Зону Форестри То есть Я Правым кликом Зарядил Эту зону При Поднятом Браслете Он мне показывает Что эта зона Заряжена И что это значит Это значит То что Ее нельзя Никак сломать Это Защитная Территория Защитная Зона По-хорошему Мне надо Весь вагон Защитой Этой Оббить Но Пока что Чёрт С ним Все То есть Весь Вот этот Квадратик Он сейчас Защищен И Чего тут Не делай Оно никуда Не взорвется Не денется Там Только угол Остался Единственное Что нельзя Так Нельзя Защищать Так стекло По крайней мере Вот этот Quiet Clear Glass Не знаю Может быть Другое Какое-нибудь Можно Для него Уже нужно Использовать Защищенное Стекло Которое Крафтится Которое Я там Использовал Для ноды Но это В принципе Не проблема Ну такая У меня здесь Территория Получилась Она небольшие Световые Гличи Делает Но Чёрт Зато Защищено То есть Вот чем бы Я не пытался Это всё Сломать Я с этим Не могу Ничего Поделать Если честно Не помню Я по-моему В прошлом Эпизоде Писал Обсуждал То что Я собираюсь Скрафтить Себе Вот это Рюкзак Из Драконьего яйца Я его Собственно Скрафтил И что Мне этот Рюкзак Даёт Это Очень неплохие Бонусы То есть Если его Снять Вот он Дракон Драконий Рюкзак Я его Зачарил На Soulbound И Собственно Сейчас у меня нет никаких Бафов Но Как только я Одеваю Рюкзак У меня сразу Появляется Второй Strength И Fire Resistance То есть У меня Абсолютный Иммунитет К огню И Уличная Сила Удара Плюс Если Активировать Супер Пауэр Этого Рюкзака Появляется Ещё Ночное Видение То есть Я больше Не пользуюсь Ночным Видением Из Nano Suit Шлема Который Днём Ослеплял Меня Поэтому Сейчас у меня Просто Супер Мега Круто И Плюс Тут не показано Но на самом деле Если Если На этом Рюкзаке Если получить Какой-то урон Я сейчас Специально Снял Ботинки Если Получить Урон То Пак Бафает На меня Регенерацию И я Быстрее Устанавливаю Здоровье Это всё Делает Этот Рюкзак То есть Очень Крутая Тема Прям Супер Мега Крутой Рюкзак Единственное Что-то На форуме Ещё Написано Что он Даёт Подводное Дыхание Но Я тестировал Не даёт Не даёт Он никакого Подводного Дыхания Да и Чёрт с ним В принципе И этих Плюшек Хватает О Баги Кстати пропали С освещением Здорово Давай попробую Чего-нибудь здесь Придумать Если честно Я серьёзно Я понятия не имею Как я хочу Это всё сделать Давай Наверное Начну с того Что я Просто Наверное Надо начать С питания Питание У меня здесь Идёт Вот Двухкиловольтное Соответственно Мне нужно Его ввести Вот сюда Куда-то И здесь Вставлять В Трансформатор Поэтому Давай начнём С трансформатора И с Баттери Буфера У меня вроде бы Были такие же Ресурсы Да Вот Трансформатор С двух До пятисот И даже Баттери Буфер У меня тоже Уже есть Поэтому Всё супер Мега здорово Наверное Куда-нибудь Вот сюда Я его воткнул Что-ли Даже не знаю Если честно То есть Вот здесь Эта зона Кончается Ну вот сюда Наверное Да То есть Мне нужно Чтобы он Принимал Две тысячи И отдавал Пятьсот О боже Что это Я Во-первых Не взял Не взял Не тот молот А во-вторых Я первый раз В первый раз Вижу эту функцию Тогда наверное Я его Сломаю Пускай он будет Такой Как Как Какой Есть Я просто Не знаю Что я там Накликал Сейчас Собственно Принимает Две тысячи Отдает Пятьсот Двенадцать То что мне нужно Здесь напрямую Я ему дам Дам подачу Тек Наверное Заизолирую Я Хотя это не обязательно Я просто Предпочитаю Изолировать Чтобы на всякий случай Никакая Глупость Ну вот Опять же При попытке Сломать Что-нибудь Разрушить Оно мне уже Защищает И не говорит Нет Тут все Серьезно Никаких Глупостей Но Можно это Обратно Освободить От зачарования И Провести Все необходимые Манипуляции И обратно Зачаровать В защиту Найс Я на самом деле Не знаю Чему здесь Взрываться Но на всякий случай Пускай Будет защищено Рандомный Крипер Да Так Здесь Принимает Значит уже Можно смело Вести Алюминиевый Провод Мне нужно Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь блоков Вот так вот Алюминий 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 2000 Шлеп Где-то вот здесь Он приходит Да Или вот здесь Наверное Где-то вот здесь Да Вот Сюда Я получаю 512 Соответственно Тут уже Нужно Принимать Синими Проводами У меня 16 ампер Синие Провода Шикарные Вот Их я Втыкаю Сюда Погоди Нет Трансформатор Да Это Трансформатор Значит сначала Аккумулятор Сначала Аккумулятор Вот Это у нас High voltage Значит нужно Вот такой вот Аккумулятор Ну зарядка Уходит Как ни странно Но уходит она Просто во внутреннее Хранилище Этого буфера Вот Так И дальше уже Можно идти проводами Собственно Не знаю Как именно Хочу Это все Развести Еще же Нужно Питание Подавать Да Наверное Вот так Вот снизу Я их поставлю Вот так Вот в ряд Единственное Что вот из этих Надо все Барахло Выгнать Что мне нравится Еще В Карпентерах Они Способны Отдавать То что у них Есть Так что Совершенно не проблема Если у них что-то лишнее Оказалось Как в этом случае Окей Первый готов И тут же Второй А блин Они все Заряжены На максимум Окей У меня еще Зетон Тайло Чертовое Барахло Окей Все Все Вроде Влезло Все Все Два Трех Окей Не знаю Но что-то будет Придумывать С этой зоной Выглядит Она конечно Так себе Вот так Наверное Это сделаем Шляп Вари Найс И собственно В каждой из них Нужно Подключить По Жидкости Наверное Будет умного Вот здесь Четыре танка Поставить То есть Допустим Это будет работать На редстоуне На Криозоте На масле Аааа Мед Мед Я забыл про мед Мне нужен Пятый Вода Редстоун Криозот Сидойл Хани Мне нужен Еще Один Карпентер Вон она Что Хм Я просто Думаю Вот эту Стенку Тоже Чем-нибудь Забить Чтобы Эта Зона Была Больше Похожа На Зону Поэтому Наверное Сюда Продолжу Провод И сделаю Здесь Еще Один Пятый Карпентер Окей 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 Вода У меня была Где-то внизу Так что Возможно Да Вот у меня Вода Вот здесь То есть От нее Можно По идее Провести Шланг Куда-нибудь Сюда В В Танкер И Собственно 42 минуты Уже идет Эпизод Я не думаю Что кто-то Будет Дольше Его Смотреть Больше Здесь Получился Эпизод Про Про То Как я Рассказываю Что изменилось Нежели Про то Что-то Делаю Наверное Давай В этом же Эпизоде Я подключу Эти Карпентеры То есть Покажу Что Питание Подходит Что Все Работает Лишнее Пока что Беру То есть Вот это Питание Которое Я получаю С Ветряков Я его Подаю В Трансформатор Подобьем Вроде Ничего Не взорвается Ваттри Буфер Должен Был Заполниться Полностью Заполнен И Собственно Подключаю Провода Инстант То есть Мгновенные Восемь тысяч Бум Бум Шлет И Мне Нужно Будет Еще Один Потому Что Что Я Не Подрассчитал Наверное На этом Закончу Эпизод Пишите Свои умные Мысли Кстати Слово Про пчел Ведь я Бугуртил По этому Поводу Несколько Эпизодов Назад Ведь я Ведь я Вайнил Что Я Вайнил С комментов На ютюбе Что Что Можно Получить Руду Марса Там Что-то Получить Из этой Руды Марса Титан И все На меня Такие Типа Ополчились Да Вот Это Баг Так Быть Не Должно И В тот В тот Момент Я Сказал Так Есть же Пчелы Чего Вы На Меня Есть же Пчелы Никто Слово Про Них Не Сказал И Вот Спустя Не Знаю Сколько Месяц Прошел Два Месяца У Меня Полностью Заряженный Сундук С Титаном Есть Потенциал Производить Тангстон Плюс Сейчас 4.1 Обновление Выйдет Там Там Еще Круп Круче Пчел Добавили И И Чего Ну В общем Да Ладно Такой Вот эпизод Получился С Такой Крутой Energized Нодой На 33 Channel Visa Собственно Всем Пока